Ну что, все, начинаем. Лекцию сейчас тайминг запускаем. Ага, тайминг запустим. Итак, тема нашей сегодняшней лекции две темы. Это рекурсия и редукция. Ну, давайте мы посмотрим на план. Сначала мы поговорим про рекурсию. Рекурсию мы введем с помощью теоремы о неподвижной точке в нашу деятельность. А потом мы будем говорить уже про редукцию, про направленные вычисления. Мы введем понятие нормальной формы ключевой и докажем некоторые теоремы, связанные с разными стратегиями редукции, с разными способами редуцировать терм. И в конце концов поговорим про то, как это в функциональных языках отражается, какие есть стратегии редукции и в чистом лямбда-исчислении, и как это расширить на функциональные языки. Вот это общий план. Ну, начинаем. Начинаем с первой заявленной темы. Это рекурсия. У нас есть схема бета-преобразования, и с помощью этой самой схемы бета-преобразования мы можем решать уравнения на термы. То есть мы можем записать некоторые уравнения, пока только очень простые, и очень простым способом их решать. Ну вот, например, смотрите, у нас есть задачка найти такой терм, который удовлетворяет некоторому равенству. Что там сказано? Какие бы три терма мы не передали ему в качестве аргументов. n, то есть m, n, l. Он должен работать следующим образом. m, l, n, l. Вот, что мы хотим сделать. То есть мы хотим найти такой терм, неизвестный нам, что для произвольных трех термов вот этих вот мы бы получили вот такое вот поведение вычислительное, аппликативное. Ну, как это делать? На самом деле это очень просто делается. Это делается с помощью лямбд. Ну, действительно, давайте будем отрывать здесь один аргумент и перетаскивать его направо в виде лямбды. Первый шаг вот такой вот. Мы пишем f, m, n. l убираем. Вместо этого здесь пишем лямбда l. Ну, l маленькая, потому что это уже будет переменная некоторая. Лямбда l. И дальше пишем здесь то же самое тело, только l большое, и я заменяю на l маленькое. Вот я утверждаю, что это равенство правильное. Ну, действительно, давайте возьмем это равенство. Нас же интересует аппликативный смысл. Мы говорим, это функция, значит, мы должны смотреть, как она себя ведет на каком-то произвольном входе. Ну, передадим сюда l большое в качестве аргумента. Что у нас произойдет? Слева у нас образуется левая часть. Правильно? Ну, что применено. А что произойдет справа? Мы оставим маленькое, применим к l большому. У нас подставится, получится то же самое, что здесь справа написано. То есть, соответственно, эти термы, примененные к любому терму l, дадут как раз первую строчку. То есть, эти две строчки эквивалентны. Ясно, что ту же самую процедуру мы можем повторять с n. То есть, здесь n убираем, а здесь по n маленькому абстрагируем. У меня там на слайде все написано, это уже можно со слайда брать. И, наконец, последнее, что мы делаем. Ура! Мы решили уравнение. Мы написали соответствующий лямбда терм. То есть, первая и последняя строчка совершенно эквивалентны. Ну, первая просто задает мне поведение на каких-то произвольных термах. А вторая — это вот замкнутый лямбда терм, который ведет себя таким образом, как и f. То есть, мы написали сверху у нас уравнение какое-то, а снизу у нас решение этого уравнения. Мы нашли лямбда терм f, который ведет себя таким образом. Ну, вот это рассуждение как раз технически означает, что мы можем задавать термы двумя разными способами. Первый способ — это как мы привыкли. То есть, мы пишем какой-то лямбда терм, ну, с некоторым количеством лямб спереди, и говорим, что вот давайте мы его обзовем f большое. То есть, мы вводим некоторое имя, вводим некоторые именованные термы, мы комбинаторы ровно так и выводили. И второй способ точно такой же — задать комбинатор просто на некоторых входах. Это первая строчка. То есть, например, как мы могли бы комбинатор k определить? Мы его определяли так. Лямбда x, y, точка x. Но мы с тем же самым успехом могли бы комбинатор k определить следующим образом. k на каких-то произвольных x, y, ну, я пишу в виде переменных, но я мог бы здесь писать и произвольные термы. k, x, y равняется x. Мы теперь по этой схеме видим, что это два способа описать одно и то же. То есть, когда мы перейдем к Хаскеле, в Хаскеле функции определяются вот таким вот образом. Но можно ровно так же определять через лямбда. Так просто немножко короче. Здесь мы пишем имя функции, местоблюстители для аргументов. Ну, некоторые переменные, которые будут связываться при вызове с аргументами. А здесь мы пишем тело. То есть, вот это такой довольно хороший способ жизни. Но дальше у меня есть на слайде красный вопрос. А что если уравнение рекурсивное? Что если у меня f присутствует в уравнении не только? Слева, но и справа в теле функции. То есть, понятно, что это вот рекурсивное в некотором смысле определение. У меня f определяется через саму себя. Ну, по m-то я могу абстрагироваться, написать вот так вот. f равняется лямбда, маленькая, точка, маленькая, f. А чего с f делать? То есть, это еще не решение уравнения. Нам надо как-то научиться такие уравнения решать. К счастью нашему, оказывается, что ответ очень прост. Такие уравнения можно решить универсальным образом. И ответ на этот вопрос дает следующая теорема. Теорема о неподвижной точке. Ну, правда, не напрямую дает. Нам там немножко придется поработать. Но, тем не менее, дает. Оказывается, для нашего исчисления верна следующая теорема. Какой бы ни был у нас терм f, у него всегда существует неподвижная точка. То есть, такой терм x, что выполняется вот такой вот равенство. То есть, для любой функции у нас существует неподвижная точка. Ну, и доказательство этого факта совершенно простое и конструктивное. То есть, не то, что очень простое, но конструктивное. Этот терм x можно сконструировать довольно простым образом. А именно, если у нас дан терм f, мы берем сначала и f применяем к вот такой вот странной конструкции. x, примененной к самой себе. Это первый шаг того, что мы делаем. Дальше мы абстрагируем по x. То есть, получаем вот такой вот, ну, уже замкнутый терм. Вот, а дальше мы делаем следующее. Мы берем эту штуку, обзываем ее w, и рассматриваем вот такую конструкцию. w, примененную к w. Утверждается, что эта величина и есть искомый x, то есть неподвижная точка для функции f. Ну, и доказательство этого очень просто выглядит. Давайте, смотрите, в чем мы делаем. w, примененный к w. Ну, что мы должны сделать, чтобы выполнить применение? Мы должны раскрыть выражение. Ну, хорошо, раскрываем определение w, пишем вот такую конструкцию. И применяем ее здесь. Мне w раскрывать не надо. Я мог бы раскрыть его, но... Ну, вроде это по определению w. Теперь мы видим, что здесь у нас есть редекс. Поэтому мы можем его сократить. Что у нас получается? f, примененный к w, примененная к w. f, примененный к w, примененный к w, по определению у нас. f, я пишу f от x. Что и требовалось доказать. Терм x является неподвижной точкой для функции f. Ну, вот такой вот ловкий фокус. Ну, хорошо. Это я сделал для конкретного функции f. А? Я просто x так определил. Ну, мы ищем неподвижную точку. Я утверждаю, что неподвижная точка – это w, примененная к w. Вот x, которую мы ищем. Ну, и дальше. Некоторую цепочку провел, действительно получил, что это f от x. Ну, значит, это x неподвижная точка. А может, из-за такого дела, что у нас есть и нет? У нас, в общем, нет понятия смысла, поэтому я не заделал ваш вопрос не имеет смысла. Но, с другой стороны, у нас нет. У нас любой лямбда терм можно применить к любому лямбда терму. Это совершенно законная процедура. Дальше у нас есть некоторая эквивалентность. Ну, вы согласны, что здесь все эквивалентности – это наши эквивалентности, которые у нас есть? Ну, значит, вот это эквивалентно этому. Ну, хорошо, если два терма эквивалентны, то все. Значит, x действительно неподвижная точка для f. В том смысле, в котором мы определили. Хорошо, есть некоторая следующая теорема, которая дает нам способ искать неподвижную точку безотносительно конкретной f. То есть мы можем еще по f абстрагироваться просто во всех этих рассуждениях и сказать, что у нас есть способ искать неподвижную точку, как бы не вводя какого-то конкретного x. То есть у нас есть некоторый комбинатор y, комбинатор неподвижной точки, который просто-напросто порождает нам эту самую неподвижную точку. То есть если у нас есть некоторый f, то я y применяю к f и получаю неподвижную точку. То есть просто вообще механическим образом. Собственно, ну что значит, что я получил неподвижную точку? Это значит, что это наш x фактически получился. То есть выполняется вот такое вот равенство f от yf равняется yf. То есть если yf возвращает мне неподвижную точку, то вот такое равенство выполняется. Ну, доказательство этой теоремы, в общем, на самом деле повторяет то доказательство, которое у нас есть. Единственное, что мы здесь сделали, если вы посмотрите на слайд, как он вводится. У меня действительно есть f большое заменено на f маленькое. Дальше я пишу w, ну имея в виду, что f большое заменено на f маленькое. И дальше абстрагируясь по f маленькое. То есть у меня получается замтый комбинатор, вот он перед вами y, комбинатор неподвижной точки. И понятно, что он ведет себя точно так же. То есть когда я y применяю к f, у меня что происходит? У меня f маленькое всюду заменяется на f большое, и фактически я могу повторить вот эти все самые рассуждения, которые у меня были с f большим. То есть вот есть у нас такой комбинатор неподвижной точки, и на самом деле наличие комбинатора неподвижной точки позволяет нам легко теперь решать рекурсивные уравнения. Давайте мы посмотрим, как же мы решаем рекурсивные уравнения. На этом слайде приведен пример факториала, написанного на том язычке, который мы с вами на прошлой практике ввели, и с которым вы в домашнем задании работали. Здесь есть все конструкции, ну и фактически мы можем написать рекурсивное определение факториала вот таким вот образом. Но это, правда, пока некоторое уравнение, потому что мы не можем слева и справа использовать одну и ту же конструкцию. Ну хорошо, мы как раз собираемся учиться решать рекурсивное уравнение. Ну посмотрите, как написан факториал. Ему передается некоторое натуральное число. Дальше что делается? Дальше вызывается функция if, у нее три аргумента. Из zero мы все писали, проверяется на ноль переданное число. Если оно ноль, то возвращается единица. Если из zero не ноль, то что мы делаем? Мы возвращаем произведение, мультфункцию писали, n на факториал от вот этой функции, мы еще не писали, мы на сегодняшней практике ее напишем, но ее можно написать. Функция pret возвращает от противоположной функции sac. Sac возвращало следующее значение, а pret возвращает нам предыдущее значение. Но, правда, мы можем сказать, а чему равняется pret от нуля? Это такой правильный, разумный вопрос, то есть pret от нуля как-то нехорошо определен. Но, к нашему счастью, в случае из zero, когда из zero у нас pret не вычисляется. Поэтому эту проблему мы как бы можем оставить. Для всех чисел pret в общем может быть определена, но от нуля мы ее как-то доопределим там сегодня на практике. Ну, то есть согласны, что вот это рекурсивное уравнение описывает факториал. Но пока это еще не лямб, да терм хороший. То есть это плохой терм, у него слева и справа стоит одно и то же. Фак. То есть вот эта вот штука, это пока уравнение. Ну вот, а теперь мы учимся решать это уравнение. Значит, смотрим всюду, где у нас в правой части стоят рекурсивные вызовы. Ну, в случае факториала это в одном месте, но у нас может быть и рекурсивных вызовов несколько, это совершенно не важно. Заменяем эти рекурсивные вызовы, вот синий факториал, на буковку f и абстрагируем наш терм по f. А дальше пишем и применить это все к нашему факториалу. Согласны, что первая и вторая строчка это одно и то же. Если мы во второй строчке выполним бета-преобразование, мы получим первую строчку в точности. Но посмотрите, что мы сделали. Мы записали наше выражение рекурсивное в следующем виде. У нас здесь факториал, здесь равняется, здесь некоторый терм. Ну вот он, фак штрих, я его обозначил. Примененный к факториалу. Но теперь мы видим, что это все попадает под определение теоремы о неподвижной точке. Функция фак является неподвижной точкой функции фак штрих. Это то, что нам нужно, это мы умеем разрешать. Что мы должны сделать? Мы должны взять вот этот фак штрих, применить к нему y-комбинатор. И получить неподвижную точку. То есть мы получили терм, уже полноценный, который работает как факториал. Ну, понятно, что любое другое рекурсивное уравнение мы можем разрешать в рамках той же самой логики. То есть первый шаг, мы пишем рекурсивное уравнение. Второй шаг, находим все рекурсивные вызовы, заменяемые на вызов некоторые функции. Абстрагируемся, ну, на некоторую переменную. Абстрагируемся по этой переменной и применяем к нашей функции. Получаем уравнение на неподвижную точку для некоторого терма. Применяем комбинатор y, находим функцию, которая нам нужна. Ну, вот мы ввели в нашу науку рекурсию. Более того, мы теперь можем честно писать рекурсивное определение, потому что поиск лямбда термоса, соответствующий рекурсивному равенству, это механическая процедура. Вот, состоящая из двух шагов. То есть мы можем писать определение рекурсивно, и, в принципе, наш вычислитель может выполнять легко вот эти два действия и разрешать эти рекурсивные определения, получая полноценный лямбда терм, который ведет себя правильным образом. Хорошо. Ну, теперь все-таки хочется немножко посмотреть, как все это работает. Давайте мы запустим наше вычисление. Правда, здесь есть некоторые тонкости, на которые я, наверное, обращу внимание. Итак, запускаем наше вычисление в факториал от тройки. Ну, факториал, раскрываем его. Факториал у нас определен так. Раскрываем его определение. Что такое факториал? Это y, фак, штрих. Дальше пользуемся тем, что y, фак, штрих — это неподвижная точка нашей функции. Фак, штрих. Ну, вот это вторая строчка моих рассуждений. То есть там, конечно, эквивалентность выполняется. Выполняется. Правда, вычислительный процесс тут не очень тривиальный. Но мы пока у нас нет направленного вычислительного процесса, нам хочется просто цепочку равенства способа. Ну, дальше раскрываем определение. Мы можем любое определение расследить, можем все раскрыть. Ну, вот меня сейчас хочется раскрыть фак, штрих. Ну, дальше вот раскрываю фак, штрих, примененный к чему-то. Вот у меня получается такая строчка, если определение взять. То есть вот здесь уже идет нормальное такое вычисление факториала. Проверяется, есть ли из 0, 3, то единица. В противном случае вот то, что там стоит в скобочках. Ну, поскольку из 0, 3 — это ложь, то у меня, вычисляя конструкцию if, возвращается второе значение. Ну, вот оно возвращается, то есть мульт 3, y умножить на фак, штрих. Ну, и здесь я вычисляю функцию pret. Я не знаю, как она работает, но могу повычислять. Вычислить pret от 3, получить 2. Вычислил. Пропускаю некоторые шаги от 2. Ну, ясно, что дальше происходит ровно то же самое. Вычисляется факториал от 2, потом от 1, потом, наконец, проходит проверка на равенство 0, факториал 0, 1. В итоге у меня получается вот такая вот цепочка из мульт 3, мульт 2, мульт 1, 1. Вот. Дальше мы запускаем вычисления мульт, которые дают нам 6. Вот. В общем, комбинатор неподвижной точки так работает. И на этом мы эту тему временно оставляем. На практике мы еще немножко поиграем с комбинатором неподвижной точки. И мы переходим к следующей теме. Следующая тема, она как раз связана с тем, что нам хотелось бы, нам хотелось бы сделать наши вычисления направленными. Потому что пока у нас есть эквивалентность, нам довольно сложно вычислителю научать считать. Вычислитель, он должен действовать в какую-то сторону, а равенство, оно симметричное у нас. И он может и в ту сторону пытаться действовать, и в эту сторону. Вот нам сейчас хочется сделать направленную конструкцию. Ну, направленную конструкцию у нас уже, в общем, в голове-то есть, потому что наше бета-преобразование, оно, конечно, асимметричное. Мы его всегда применяем слева-направо, в общем, в большинстве случаев. Правда, когда мы y-комбинатор определяли, мы там что-то подставляли, в общем, там делали какие-то не совсем аккуратные действия. Ну, вот этот вопрос, который я уже задавал, мы на него уже отвечали. Теперь мы хотим, наконец, на него ответить полноценно. Как нам неравенство доказывать? Ну, идея такая. Давайте мы просто возьмем наши какие-то конструкции и будем их редуцировать, пока они редуцируются. Если они приходят к одному и тому же терму, то мы просто говорим, что, ну, вот, да, они эквивалентны. То есть вот я сейчас доказываю, что k и k со звездочкой – это одно и то же. Ну, как я это делаю? Ну, пытаюсь его привести к некоторому результату, в котором мы уже редукции выполнять не можем, преобразования выполнять не можем. Если пришли к одному и тому же результату, то все, там в конце просто ставим равного. Мы наблюдаем, что на самом деле это такой односторонний процесс. И поэтому мы вводим некоторое новое понятие, которое зовется понятие редукции. То есть вместо того, чтобы писать ненаправленное равенство, вот, m, lambda x, точка m, мы теперь пишем не равно, а говорим, что вот это вот называется редукцией за один шаг. Бета-редукция к m вместо x подставляем n. Ну, почему я стрелочку в эту сторону выбираю? Потому что в эту сторону это однозначная процедура. В другую сторону эта процедура неоднозначная, нехорошая. А вот сюда все хорошо происходит. То есть мы, если редекс есть, то мы всегда можем выполнить шаг. Вот это вот называется редуцируется за один шаг. Ну, у нас может здесь опять получиться какие-то редексы, и мы можем получившееся выражение там а редуцируется за один шаг к b, редуцируется за один шаг к c. Тогда мы говорим, вводим еще одно понятие. Мы говорим, что а редуцируется к c за несколько шагов. То есть вот этот значок, мы говорим, просто редуцируется. Здесь, может быть, у нас в понятии редуцируется у нас входит что? Редуцируется за один шаг, за два шага, за три шага и так далее. За любое конечное количество шагов. И в том числе в понятии редуцируется мы вводим ноль шагов. Вот это вот. То есть терм сам к себе редуцируется за ноль шагов, в смысле многошаговой редукции. То есть в одношаговую редукцию входит ровно один шаг, а в многошаговую редукцию входит один, больше или ноль. Вот это, в общем, то, чего мне хочется ввести. И, наконец, мы замкнем это отношение. Мы скажем, что вот замыкание этого отношения, ну, мы потом это формально точно заведем, это будет обозначаться так же, как мы раньше обозначали, и будет говориться бета-конвертируемое бета равно. То есть мы не сразу начинаем с равенства, а вот так вот последовательно действуем. Мы потом увидим, что эта направленная конструкция очень хороша для различного рода рассуждений. Ну, теперь определение, которое я уже дал. Значит, первое определение. Терм вот такого вот вида в точности, слева лямбда, справа некоторый произвольный терм, если у нас есть аппликация одного к другому, он называется бета-редексом. Ну, или просто редексом, потому что, в общем, мы в основном будем с бета-редукцией, конечно, не имею в виду. Дальше вот этот терм, он называется сокращением редекса. То есть процесс вот этого действия, это процесс сокращения. Ну, вот теперь давайте мы, введя эти термины, немножко поговорим, обсудим, что тут может быть. Ну, вот у нас есть некоторый терм и, к, их. Он написан у меня снизу. Он содержит два редекса. Соответственно, у него есть два способа сокращения. Вот синим у меня написано как раз то, что называется в общем n, а красным у меня отмечена та переменная, вместо которой у меня будет происходить подстановка. Ну, вот мы видим, что мы можем сначала либо воспользоваться внешним термом и сказать, что применение и к к и это мы можем здесь сокращать. Либо можем сокращать в другом месте. Если мы посмотрим на внутренность скобок, то к, примененное к и, тоже содержит редекс. То есть вот мы видим, что в терме может быть несколько редексов, и у нас сразу возникает некоторая проблема о стратегии. Какой редекс сокращать? Мы можем один сократить, можем другой сократить. Не приведет ли это нас к разным результатам? Ну, вот мы по этому поводу позже сформулируем некоторые утверждения. Ну, сейчас сразу скажу, нет, не приведет. Хорошо, следующее соображение, вопрос. Может ли сокращение увеличивать число редексов? Ну, к сожалению, может. Если бы нет, то нам бы было легко, но у нас была бы очень бедная наука. Ну, нет, смотрите, как у нас может быть. У нас может быть терм лямбда икс, точка, и здесь иксы встречаются много раз. А здесь у меня есть терм n, который, ну, просто терм n, который внутри себя содержит много-много редексов. Сам по себе. Ну, 10 редексов. То есть, смотрите, здесь было 10 редексов, вот у нас 11 редексов стал. А теперь, если я подставлю его в эти три места, у нас один редекс пропадет, но останется. Здесь 10, здесь 10, здесь 10, здесь 30 редексов. То есть, было 11, стало 30. То есть, к сожалению, так вот, в общем, вроде мы сокращаем, а число редексов в самом терме у меня может вырасти. И это не единственный способ еще роста числа редексов. Ну, потом посмотрим на другие примеры. Ну да, дальше слайд, который мы уже, в общем, пообсуждали. Мы сейчас быстренько через это пробежим. Мы хотим ввести формально очень мощные понятия, которые касаются не только беты, но и многих остальных вещей. И вот мы введем некоторое понятие бинарного отношения, совместимого с операциями лямбда-исчисления. Это значит, что это некоторые бинарные отношения над лямбдой, то есть на множестве лямбда-термах, для которых выполняются три правила, про которые мы уже с вами говорили в прошлый раз, для чего они нужны. Помните, да? Не помните, для чего они нужны. Чтобы выполнять сокращение, не только, вот, чтобы выполнять эту операцию, не только на глобальном уровне, но и где-то внутри. То есть, вы помните, на предыдущем слайде мы говорили, что у нас редакс может быть там, может быть здесь, может быть на верхнем уровне редакс, то есть в верхней аппликации, а может там внутри где-то сидит редакс. И мы говорим, что вот эти правила, они нам позволяют сокращать любой редакс. То есть они говорят, что сокращение можно выполнять, ну, то есть вот эту вот операцию, бинарную операцию. Ну, можете заменить здесь R просто на стрелочку. Вот и все. И как бы тогда будет проще. Но это верно для и бета, и для этого, ну, и для разного рода других редукций. Ну, дальше, чтобы литературу могли читать. Значит, если у нас наше отношение R является отношением эквивалентности, то есть вот такого вот типа отношений, то оно называют отношением конгруентности. Если же, если же у нас отношение совместимое, и помимо этого оно рефлексивное и транзитивное, а вот это отношение, которое мы здесь ввели, оно как раз рефлексивное, для этого я ноль сюда включил. Помните, что такое рефлексивность? Ну, а находится в отношении сал. Вот ноль здесь включен для рефлексивности. Ну, а транзитивность, это вот двойка, тройка и так далее. Они как раз говорят, что если у меня есть одна цепочка и другая цепочка, то мы можем их склеить в более длинную цепочку. Вот, если отношение называется рефлексивным и транзитивным и совместным, то оно зовется отношением редукции над множеством лабда терпла. Ну, вот. Теперь давайте мы побежим дальше. Значит, теперь, введя общие понятия, мы как бы введем частные понятия. Вводим отношение бета-редукции за один шаг. Как мы ее вводим? Ну, во-первых, мы вводим правила бета-редукции. Это то, что у нас сверху написано. Ну, и во-вторых, мы говорим, что эту бета-редукцию можно выполнять не только, когда терм представляет собой редекс сам по себе, но и когда редексы у нас где-то спрятаны. Когда редекс спрятан в правом апплеканде, когда редекс спрятан в левом апплеканде и, наконец, когда редекс спрятан у нас в теле лямбда-абстракции. Ну, вот как раз примерчик... Ой, возьму туда, нажимаю. Примерчик того, для чего нам необходимо второе правило. Он здесь внизу есть. У нас есть терм, который мы в качестве примера приводили. Это терм ИКИ. И в нем есть два редекса, как мы говорили. Ну, вот если мы внешний редекс сокращаем, то мы можем пользоваться первым правилом, и потом опять первым правилом мы прийти к результату. Если же мы сокращаем не внешний редекс, а внутренний редекс, то мы не можем напрямую пользоваться вот этим правилом. мы должны сначала воспользоваться вторым правилом, сказать, что мы можем выполнять сокращение внутри правого апплеканда. Ну вот, выделили правый апплекант, по этому синему правилу здесь провели сокращение в правом апплеканде. Ну и потом, как бы, дальше уже мы пользуемся обычным правилом бета-редукции. Да что ж, я сюда не нажимаю. Ну, кстати, обратите внимание, мы выбрали две разных стратегии редукции, а пришли к одному и тому же ответу. Ну, ясно, что это не случайность, что так будет у нас почти всегда. Да, далеко не всегда, кстати. Но мы увидим, да, обсудим этот момент чуть позже. Ну, дальше мы вводим отношение многошаговой редукции. Здесь опять формально написано, как мы его вводим. Вводим мы его индуктивно, ну, в ровно в соответствии с тем, что я здесь написал. Значит, во-первых, терм сам себе многошагово редукцируется. Пункт А, это просто говорится, что наши отношения рефлексивные. Пункт Б просто говорит, что одношаговая редукция, это многошаговая редукция. Пункт С говорит, что это транзитивная. То есть мы делаем рефлексивное транзитивное замыкание отношения одношаговой редукции и получаем отношения многошаговой редукции если говорить о всем формальным языком ну здесь приведены некоторые примеры в общем я не буду смотреть посмотрите потом проговорили ну и наконец отношение конвертируемости последние отношения вот это вот третье это отношение конгруэнтности как я его определял раньше опять же определяем его индуктивно мы берем отношения многошаговой редукции говорим что во первых если термин связаны отношением многошаговой редукции то они бы это конвертируем дальше мы говорим что это отношение симметричное если m и n связаны отношением многошаговое отношением бета-конвертируемость то n и m тоже связан таким отношениям то есть это уже расширяет до многошаговой редукции такого написать нельзя были конец 3 мы здесь вынуждены опять написать транзитивность некоторую почему мы вынуждены здесь написать транзитивность потому что это не совсем тот транзитивность которая была в предыдущем шаге смотрите у нас может быть вот такая вот конструкция вот у нас терм м он многошагово редуцирует какому-то терму к которому многошаговый редуцируется какой-то терм с который сам по себе многошагово редуцируется какому-то терму н нашему она конструкция может быть и мы говорим что м и н эквивалентны поэтому мы должны здесь ввести еще одну транзитивность тут была транзитивность вдоль направленного вычисления здесь транзитивность то есть правило c без него не будет работать но мы как бы хотим сказать что это термо эквивалент ну просто потому что так наша эквивалент сводилась если есть какая-то цепочка ну мы раньше писали просто цепочку равенства здесь действительно можно цепочку равенства писать но теперь у нас мы все строим на основе направленного отношения и поэтому вот равенство она только здесь возникает ну вот та равенство которое у нас было в прошлый раз и та раенства которое мы здесь вилета одно и то же разница интуитивно это понятно ну можно аккуратно написать индукции если кто то уж совсем такой формалист он может выпускать индуктивных что вот это вот определение то раинска рубина security водиля это одно и то же новость и так хорошо то есть у нас теперь есть три отношения с которыми мы работаем. Да, что я на доске писал? Вот отношение конвертируемости, оно здесь еще красивее нарисовано, чем здесь. Я там одношагово написал редукцию. Вот то, что на доске я нарисовал, здесь тоже показано. Ну, посмотрели на эту красивую картинку, мы на нее будем ссылаться. Ссылаться в дальнейшем. Ну и снизу пример такой, что эти два комбинатора бета-эквивалентны. Ну, потому что я могу нарисовать точно такую же картинку геометрическую. И вот теперь мы переходим к весьма важному определению, через которое вот вся наша наука наконец разрешится. Мы говорим, что лямбда-терм находится в нормальной форме, если в нем нет ни одного бета-редекса. То есть редуцировали, редуцировали и пришли к некоторому терму, в котором нет редекса, и говорим, этот терм находится в нормальной форме. Ну, здесь определена бета-нормальная форма, но мы про другие нормальные формы говорить не будем, поэтому... Поэтому я буду просто говорить нормальная форма. Дальше следующая идея. Говорится, что терм имеет бета-нормальную форму, если есть некоторый терм, который ему бета-эквивалентен, и находится в нормальной форме. Да. Да, есть. Нет, ну у нас... Да, сейчас увидим пример. Давайте не будем вперед забегать. Ну вот пример. Терм, который вот здесь вот находится, здесь написан, он находится в бета-нормальной форме, хотя вы считали не так некоторые из вас на практике. То есть вот здесь вот это не аппликация, скобочки вот так стоят. Поэтому здесь редексов нету, и значит он находится в бета-нормальной форме. А терм, который ниже написан, тут редекс есть, он не находится в бета-нормальной форме, но мы можем легко провести одну операцию бета-редукции одношаговой и привести этот терм к нормальной форме. Ну, нормальная форма мы будем означать так. NF... Да, вроде я это писал. Да, конечно, NF там писал. Зачем я здесь пишу на доске? Нормальная форма. Ну, хорошо, давайте мы теперь позадаем всякие вопросы правильные. Ну, вот следующий слайд как раз отвечает на вопрос, который задавался. Не все термы имеют бета-нормальную форму. Ну, вот пример. Омега-большое на прошлом занятии у нас был. Это омега-маленькая, примененная к омега-маленькая. А омега-маленькая — это терм как раз λx.xx. Ну, и вот мы видим, что у нас есть редокс. Мы выполняем одношаговую бета-редукцию, сокращение этого редокса. Подставляем вместо икса терм омега и опять получаем терм омега, примененный к омега. Редукция выполнилась, то есть вычислительное действие некоторое выполнилось. Но после этого терм произвел resurrection, он самовозродился. Он остался ровно такой же после бета-редукции. И дальше мы опять можем совершать бета-редукцию в этом терме. Но опять все произойдет. То есть редоксы есть, а остановки процесса редукции нет. Но, к сожалению, это неправда. В смысле того, что это не доказательство пока еще. И вот как бы внизу написано, а вдруг вот наш терм омега сам по себе, в нем могут такие вычисления происходить? Ну, вдруг есть некоторый терм, который бета-редуцируется за несколько шагов или даже за один шаг к омега, от которого потом можно пойти чуть-чуть поредуцировать и получить нормальную форму. То есть пока мы не знаем. Вот такая картинка вполне может быть, которая внизу нарисована. Ну, конечно, нет, не существует. Но мы это, в общем, для того, чтобы утверждать это, нам нужно доказать некоторые теоремы. Ну, вот дальше есть пример термов, удлиняющихся при редукции. Ну, мы можем ввести терм, очень похожий на терм омега. И там не x, примененный к x, а x, примененный к x, примененный к x. Это омега-3 называется. И мы видим, что этот терм по ходу последовательных редукций удлиняется на единичку. С каждым следующим шагом у меня терм становится все длиннее, 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 длиннее. Ну, по понятным причинам. Ясно, да, что происходит? Кстати, весь хвост, он никогда не достижим. У меня всего один редекс спереди сидит. Он всегда вычисляется и просто удлиняет этот хвост. Он выкидывает туда следующий терм. А остальные отодвигаются, и до них вычисление никогда не дойдет. Редекс, кстати, здесь всегда один. Ну, хорошо, этот терм растет со скоростью 1, дополнительный терм за редукцию. А вот омега-4, например. Ну, я не пишу формальное определение, понятно, как он будет устроен. С какой он скоростью будет расти? Два за одну редукцию. Два за одну редукцию, да. То есть, ну, довольно медленно, тоже линейный, в общем, рост удвоенный. Ну, можете, кто это сразу не видит, можете там попробовать писать, поредуцировать. Посмотреть, что будет происходить. Да, ну вот, сейчас давайте вот этот слайд обсудим и сделаем перерыв. Теперь посмотрите. Следующая идея. У меня терм, у терма может быть нормальная форма, но не все последовательности редукции к этой нормальной форме приводят. Вот классический пример. Это терм, который называется K и омега-большое. K – канцелятор, и это identity, а омега-большое – это как раз вот этот самый терм, который может редуцироваться сколько угодно, не меняясь при этом. Посмотрите, когда я пишу K и омега-большое, я могу несколько стратегий редукции выбрать. Я могу, например, сказать, давайте раскроем омега-большое и будем выполнять редукцию внутри омега-большое. Ну и что будет происходить? Эти редукции можно выполнять бесконечно. Соответственно, здесь у нас вроде как к нормальной форме ничего не приходит. Но я могу избрать другую стратегию редукции. Я могу вместо внутренности вот этой раскрыть K. А K – это канцелятор, он что делает? Он второй свой аргумент отбрасывает, а первый возвращает. Ну и вот вы видите, что за два шага я прихожу к нормальной форме. То есть вот мы обнаруживаем следующую ситуацию, что даже если у меня какая-то бесконечная цепочка есть, то есть расходящаяся в бесконечность, тем не менее у меня может быть нормальная форма. Итак, не все стратегии редукции приводят к нормальной форме. Вот это некоторое утверждение, которое я просто подтверждаю примером. Ну давайте на этом сделаем перерывчик, пять минут и после его продолжим. Редактор субтитров А.Семкин, conceptм相 спирен Wohn Jay Да, вот этот момент. предусмотреть значит что такое y возвращает неподвижную точку для факт штрих что такое неподвижная . это некоторые x про который мы знаем что факт штрих x равняется x если это их 100 факт штрих x это это одно и то же а 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 и у а Продолжение следует... 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 Поэтому редукционный граф для него выглядит вот таким вот образом. Ну, дальше мы еще всякие разные термы конструируем. Вот терм λx.i, примененный к омега-большой. Здесь у нас в этом терме есть два редекса. Мы можем сначала внешний редекс сокращать, то есть сам по себе весь терм представляет собой редекс. И тогда мы за один шаг приходим к нормальной форме, к терму i. Либо мы можем производить сокращение внутри омеги, омеги-большой. Ну, сокращение внутри омеги-большой, они нас приводят обратно к нашему результату. Ну, дальше следующее это k и омега-большой. Здесь у нас есть, опять же, следующая возможность. Мы можем просто начать сокращение внутри омеги-большой. Ну, тогда у нас вот там вот петля нарисована. Второе, что мы можем сделать, мы можем начать применить комбинатор как к своему первому аргументу i. После того, как мы его применим, мы получим как раз терм, который у меня был предыдущий. В котором мы тоже можем либо брать омегу сокращать, либо сокращать уже главный редекс. Соответственно, у меня либо петля, либо переход к нормальной форме. Ну, вот, для двух следующих термов, я уж не буду вас мучить, это омега-3 у нас. Пока у нас все редукционные графы конечные. Но на самом деле, вот для омега-3 у нас редукционный граф, он бесконечен, как вы помните. То есть, у нас есть единственный редекс, и он удлиняет наш терм, и у нас получился он бесконечный редукционный граф. То есть, для омега-3 редукционный граф бесконечный выходит. Но, однако, следующее утверждение тоже верно. Не все бесконечные редукционные графы не имеют нормальной формы. Если я применю к омеге-3 вот такой вот константный терм, то есть, он принимает х и игнорирует его, и возвращает всегда комбинатор identity, то тогда мы можем, что делать? Мы можем выполнять редукцию в омега-3, и тогда мы бежим вот по горизонтальной... Ой, не на то нажал. Бежим по горизонтальной цепочке, а можем на каждые шаги перейти к... за один шаг к нормальной форме. И вот сейчас перед нами возникает некоторая проблема. Мы видим, что всюду, где у нас возникали какие-то бесконечные цепочки, тем не менее, мы могли бы вернуться к нормальной форме, если она есть. Посмотрите, вот здесь вот у нас есть нормальная форма во втором примере. И мы с любого шага можем к нормальной форме перейти. На предыдущем слайде, если мы перейдем, у нас тоже были бесконечные цепочки. Но независимо от этого, как бы далеко мы по бесконечной цепочке не уходили, мы всегда имели возможность, если нормальная форма есть, к ней перейти. И вот это вот некоторое свойство, которое действительно выполняется, и к доказательству которого мы перейдем, оно заключается в том, что если у терма есть нормальная форма, то у нас всегда есть возможность перейти к этой нормальной форме, как бы далеко мы не ушли по пути какой-то бесконечного редуцирования. Тем не менее, мы всегда можем вернуться к редуцированию, к нормальной форме, то есть не может быть вот такого, что я убежал, был терм, у которого где-то нормальная форма есть, а я куда-то далеко-далеко убежал и уже к нормальной форме вернуться не могу. Такого не бывает. Всегда мы можем, в любой момент, как бы далеко мы не ушли по вот некоторые бесконечные цепочки, мы всегда можем найти стратегию редукции приведения к нормальной форме. Ну вот откуда это берется, как это организовано, это как раз наша следующая тема. И на самом деле, на самом деле, все свойства полезные, которые мы в лямбдоисчислении имеем, они следуют из некоторой теоремы, которая называется теорема Чорча-Россера, или еще говорят конфлюентность. Теорема Чорча-Россера говорит нам следующее. Если у нас есть некоторый терм, от которого есть многошаговые цепочки редукции от этого терма M к двум разным термам N и K, то всегда существует такой терм L, что мы можем от N перейти с помощью многошаговой редукции к L и от K тоже перейти с помощью многошаговой редукции к L. Или еще говорят, что любой терм, любого терма выполняется свойство ромба. Вот то же самое, что у меня написано с помощью алгебры, внизу изображено с помощью диаграммки. То есть говорится, что если верно то, что жирными линиями нарисовано, то верно и то, что точечными линиями нарисовано. Всегда такой терм L существует. То есть мы всегда можем достроить любые две редукционные цепочки до, начинающиеся из одного терма до ромба. По-английски diamond property еще иногда говорят. Или говорят, что это свойство конфлюентности. Вот такая теорема у нас в Черчер-Оссере есть. Доказательства этой теоремы короткого нету. То есть мне пришлось минут 40, наверное, вам рассказывать. Там нужно доказать несколько вспомогательных лембок. Вы можете посмотреть у Барендректа, например, в любых его там и в лямбдоисчислении его синтаксис семантики, и в других книгах это доказательство. Я его доказывать не буду. Ну просто там это действительно такое длинное техническое доказательство, и не вижу я особой пользы от того, что... Оно красивое довольно, можете его где-то почитать, если вам хочется действительно как следует во всем этом разобраться. Но я теорему Черчер-Оссера доказывать не буду. И из него есть некоторый набор следствий. Вот следствия я уже докажу, потому что они коротко доказываются. Первое важное следствие — это теорема о существовании общего редукта. Если два терма М и Н бета-эквивалентны, то есть есть цепочка редукции, которая и есть, то существует такой терм Л, которому и М, и Н за много шагов бета-эквивалентны. Ну здесь написано формально индуктивное доказательство, я лучше картинку нарисую, а формально индуктивное доказательство вы можете построить, посмотреть самостоятельно. Значит, что такое, что значит, что у нас два терма М и Н бета-эквивалентны? Это означает, что у нас вот терм М есть, и у нас есть вот такая вот конструкция. То есть здесь многошагово к чему-то, здесь многошагово к чему-то, здесь многошагово к чему-то. Здесь многошагово к чему-то. Ну, я мог бы рисовать длиннее, но на самом деле, на самом деле этого достаточно. То есть может быть еще более длинная вот такая вот развитие буквы W, в смысле своей W-стости. Но идея, доказательства следующая. Вот берем, вот здесь есть некоторая конструкция промежуточная. Это какой-то терм, назовем его K, их может быть много. Ну хорошо, тогда мы как бы, что делаем? Для K теоремы Черчеросера выполняется? Выполняется, значит мы можем достроить это до вот такой вот конструкции. Ну ладно, нет, все-таки там это у меня на картинке есть. А здесь есть еще что-то, вот такое вот. И вот здесь еще что-то. Вот так вот, если длиннее будет. Ну хорошо, тогда это K штрих какой-то у нас есть. Можем здесь для K штрих достроить? Да, теорема Черчеросера говорит, что есть такой терм, и здесь можем достроить. Ну вот, нашли L. То есть теорема Черчеросера позволяет нам всегда достроить вот эту вот картинку до общего редукта. Ну формально вот эта промежуточная штука, она доказывается по индукции. Там это все написано. То есть всегда мы можем найти вот такой вот терм L для любых бета-эквивалентных M и N. Хорошо, доказали это следствие. Теперь дальше еще ряд следствий. Это следствие редуцируемости к нормальной форме. Следующее следствие. Если у нас есть терм M, и N это его нормальная форма, то у нас всегда есть цепочка редукции от M к N. Ну то есть M эквивалентно N, потому что такое определение нормальной формы. Но оказывается, нормальная форма всегда сидит внизу, в самом, всех цепочек редукции. Ну на самом деле понятно, почему это так. Если бы это было не так, если бы, скажем, вот такая вот конструкция была у нас, M редуцируется к некоторому K, а вот ее нормальная форма не здесь сидит, а где-то выше. Вот это вот нормальная форма. То есть M эквивалентно, правда? Но такого быть не может. По понятным соображениям. Правда, в нормальной форме нет редексов, поэтому она многошадок редуцируется только сама себе. Значит, единственное место, где может жить нормальная форма, это самый низ. Ну, эти слова можно формально описать, я уже не буду формально их описывать. Ну вот, теперь, наконец, мы можем честно сказать, что у омега большой нет нормальной формы. Почему? Пускай у омега большой и есть нормальная форма, но тогда должна быть цепочка редукции от омега большого к этой самой нормальной форме. Но омега большое, как вы знаете, как она устроена. Единственное, к чему она редуцируется, это сама к себе. Никаких других редукций в ней выполнить невозможно. Ну, а она не является нормальной формой, потому что в ней есть редекс. Значит, у омега большого нет нормальной формы. По теории, которую мы только что доказали, которая является следствием Чорча Руссера. Хорошо, ну, значит, все, у омеги нет нормальной формы. Ну, а теперь мы знаем, что есть термы, у которых нормальной формы нет. Меня об этом спрашивали в середине предыдущей пары, предыдущего нашего часа. Вот теперь мы уже доказали, что это так. И следующая теорема. Лямбда терм имеет ровно одну нормальную форму. Ну, с точностью до альфа-эквивалентности имеется в виду, конечно. То есть с альфа-эквивалентностью мы подразумеваем, что она у нас имеется. Ну, действительно, если бы у нас были две нормальные формы, то мы сразу же на основе этой же идеи придем к противоречию. Если они две разные, то одна к другой сводится по предыдущей теореме с помощью цепочки редукции, а такой цепочки редукции построить невозможно, потому что редексов нету в нормальной форме по определению. Поэтому, значит, нормальная форма единственна, и это очень мощный инструмент. Вот это вот теорема, которая, конечно, является следствием. Наконец-то мы приходим к тому, что мы можем доказать неравенство, поскольку true и false, например, k и k со звездочкой, это два терма, у которых разные нормальные формы, это два разных терма, то между ними нет никакой цепочки редукции. Они оба находятся в нормальной форме, но разные. Ну а по теореме лямбда терм имеет ровно одну нормальную форму, поэтому они не равны. Это противоречит единственности нормальной формы. То есть все, теперь мы вот можем действительно сказать, что если мы посмотрим на два терма, если они в нормальной форме, и если они не альфа-эквивалентны, значит, это два разных терма. То есть у нас классов эквивалентности сразу стало много. Ну, в общем, бесконечно много, потому что понятно, что мы можем написать бесконечно много разных нормальных форм. То есть вот с помощью нормальных форм мы, наконец, нашу теорию привели в некоторый божеский вид. Мы можем теперь говорить не только о равенствах, но и о неравенствах. Ну и, наконец, теперь мы переходим к последней теме. Мы видели, что в терме мы можем сокращать разные редексы и получать разное поведение. Надо как-то на этом тоже построить какую-то науку, разобраться в том, какие же редексы сокращать стоит, а какие не стоит. Потому что, как мы видели, некоторые стратегии плохие. Например, если у нас есть омега-большое, то, очевидно, в нее залезать не надо, потому что она у нас приводит к расходимости, и, очевидно, нужно сокращать какие-то другие редексы, если они у нас есть. Надеяться на то, что омега-большое пропадет с помощью какого-то канцелятора, и, соответственно, получится нормальная форма. Ну вот, как нам ввести, какие у нас есть возможные варианты, давайте мы обсудим. Ну, давайте здесь нам нужно опять анализировать тщательно структуру нашего терма. Как мы помним, термы мы определяли индуктивные, терм у нас может быть либо переменной, либо аппликацией, либо абстракцией. Давайте обсудим, как, с точки зрения стратегии редукции, какие у нас могут быть отсюда выводы. Ну, переменная, понятно, никаких редукций нет, все завершено. То есть переменная находится в нормальной форме уже, ничего нам делать не надо. С абстракцией тоже никаких проблем нет. Ну, абстракция есть абстракция, у нас есть тело абстракции, ясно, что если она не в нормальной форме, значит, мы должны редуцировать в теле абстракцию. Поэтому все варианты у нас происходят из аппликации. Вот если у нас есть аппликация одного терма к другому, мы должны либо залезать в терм M и с ним как-то разбираться, либо залезать в терм N, с ним как-то разбираться. На самом деле есть еще одна ситуация. У нас сама по себе аппликация может быть редексом. То есть вот давайте, если у нас есть аппликация, давайте сначала посмотрим, что мы с аппликацией можем делать. А с аппликацией мы можем разбирать ее до неаппликации. То есть у нас может быть такая вот конструкция просто A, B, но A сама по себе у меня может внутри быть аппликацией. Поэтому мы как бы смотрим, а там A1, A2, B. Ну вот, как бы разобрали, да? Ну дальше смотрим на A1, что у нас там получается. A1, 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 A2, A2, B. Ну понятно, скобки вот так вот стоят. То есть мы влево разбираем до тех пор, пока вот то, что у нас здесь в самом левом месте не стоит, оно у нас может быть либо аппликацией, тогда продолжаем этот процесс, либо что остается? Остается два варианта. Либо на этом так называемом головном месте, head по-английски, стоит переменная, либо там стоит лямбда. Ну потому что мы разобрались, от аппликации мы уже избавились. Ну если у нас там стоит переменная, то в общем у нас вот такая конструкция есть, и мы должны залезать в A1, A2 и так далее, A1, A2 и там чего-то выполнять сокращение. Ну опять в каком-то порядке. Редуцировать отдельно все A1. Тут уже в общем, поскольку это все независимая процедура, все развалилось на несколько независимых процедур, то порядок не особо важен. Либо там стоит лямбда, и вот здесь у нас есть два возможных варианта. Когда у нас здесь стоит лямбда, мы наконец обнаружили некоторые редексы. Говорят, в головном месте стоит редекс. Если мы обнаружили редекс, мы можем что сделать? Мы можем взять его и сразу сократить. Вот это называется нормальная стратегия редукции. Как только в результате этого разбора мы редекс нашли, так мы его сокращаем. Но на самом деле в обычных языках программирования, в обычном мире, мы действуем не так. Когда мы нашли, что у нас есть функция, примененная к какому-то количеству аргументов, что мы делаем? Когда мы в обычном языке осуществляем вызов вот такой вот. f, который представляет собой функцию, там 2 плюс 3, там 4 умножить на 5. Мы сначала нормализуем, то есть приводим к нормальной форме аргументы, вычисляем аргументы, получаем их значение, а потом значение передаем функцию. То есть вот это вот называется аппликативная стратегия. Мы берем, сначала выполняем все вычисления, все редукции, которые у нас в аргументах происходят, а потом только вызываем функцию. Ну, после того, как мы все аргументы привели к нормальной форме, то мы берем и сокращаем вот этот редекс, говоря таким языком лямбда исчисления. Хорошо, вот то есть у нас появилось два понятия. Нормальная стратегия, видим редекс, сразу сокращаем. О, и аппликативная стратегия. Сначала сокращаем все аргументы, потом переходим к... Ну, часто лямбда термы вообще записывают в виде таких синтаксических деревьев. Мы процедуру аппликации, у нас процедура аппликации просто пустое место, но мы можем процедуру аппликации так чуть ухудшить нашу конструкцию, просто писать там некоторые apply, 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 apply. Оператор аппликации вести такой. И тогда на языке этого оператора, бинарного оператора, у нас получается некоторое синтаксическое дерево аппликации. Вот терм лямбда и хм, примененный к двум аргументам n1 и n2. Для него вот такое вот дерево можно нарисовать, синтаксическое дерево. Узлы дерева это аппликации, задают аппликации, а лямбда узлы это абстракции. Ну, лямбда узел на самом деле нечестный узел дерева, у него левая ветка всегда короткая, и можно было писать его так, некоторые так пишут. Вот если здесь есть лямбда, то мы просто, ну вот, там, здесь пишем переменную, а здесь, а так, можно писать, там. Ну, вот тут аппликация n1, ну и так далее, там, не важно ничего. То есть вот такие деревья, в принципе, любой лямбда терм можно видеть, такого дерева представить. И узлы, они могут быть у меня разного цвета, разным цветом отмечены, как вы видите. У нас некоторые узлы задают редекс, а некоторые не задают редекс. У нас внутренний узел красный задают редекс, а синий не задают редекс. И, соответственно, опять же, у нас здесь могут возникать три возможных варианта. Либо, если, как только мы добрались до редекса, то у нас есть возможность либо сократить этот редекс, либо пойти влево, либо пойти вправо. Что значит пойти влево? Мы залезаем внутрь эма, то есть мы, как бы, говорим, что мы, в этом смысле, мы залезаем внутрь функции и смотрим, нельзя ли там внутри функции что-то пооптимизировать, сокращать какие-то редексы, которые в теле функции есть. Это вот такая стратегия странненькая немножко, ее никогда не применяют. Хотя это, как бы, третья стратегия дополнительная к нормальной и аппликативной, оптимизационной стратегии. Можем лезть в... Когда нашли редекс, то слева у нас стоит лямбда, и мы можем вместо того, чтобы сокращать редекс или же сокращать аргументы, лезть в тело лямбды еще. Ну, это такая вот, как бы, если перечислять все возможные варианты, об этом варианте стоит сказать, но его практически не применяют, поэтому, в общем... Ну, а если у нас узел не является... не является редексом, то тогда у нас просто есть два варианта. Либо идти влево, либо сокращать что-то. То есть это вот некоторый еще один взгляд, который возможен на... Да? Либо... А, ну да, если сокращать невозможно, мы можем либо влево идти, искать то, что еще влево происходит, либо идти вправо, ну... Тогда уж если мы все время идем вправо, мы находим... как бы мы оптимизируем, на самом деле, самый последний аргумент. Если у нас стратегия такая, всегда идти вправо в узле, это значит, мы нашли... Пошли, 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 мы придем сюда, на самом деле. Если говорить про такие вызовы. То есть вот такая стратегия, совсем аппликативная стратегия, совсем глупым образом организованная, она немножко... Вообще обычно в языках программирования не говорят, если вот такой вызов есть, что раньше вычисляется. А вот стратегия всегда искать вправо, говорится, найди последний аргумент функции, его вычисли, потом найди предпоследний вычисли и так далее. А когда все будут вычислены, тогда вычисляй все это. Ну, в общем, если вы действительно будете все это программировать, у вас действительно будет некоторая воля, и вы должны понимать, что совсем такая глупая стратегия, она... Ну, то есть совсем проста, не глупая, а просто простая аппликативная стратегия, она справа налево вычисляет аргументы функции. Апликативная стратегия говорит, ходи, ходи все время вправо, пока там не дойдешь до упора. Да? По определению редакса. Редакс — это лямбда х, там а, примененная к b. А верхняя аппликаса у нас не так устроена. Поэтому и не задает редакса. То есть, когда это будет редуцировано, то, очевидно, откуда-то из а вылезет лямбда, и тогда это будет редаксом уже. Но у нас каждая функция, функция одной переменной в лямбде исчисления, как вы помните. А потом она может превратиться опять в функцию, и тогда и следующий аргумент с корня. Ну, вот, есть некоторая простая теорема, которая просто перебором случаев дается. Она как бы как раз вот для доказательства многих других фактов очень полезна. И здесь мы формально вводим определение головного места. Помните, мы говорили, что у нас, когда мы разбираем цепочку аппликаций, то мы в конце концов слева получаем либо переменную, либо лямбда-абстракцию. Ничего другого у нас получиться не может. Вот у нас в теле здесь есть, и на самом деле теорема говорит так, что любой лямбда-терм имеет один из двух видов. Либо тот, который сверху написан, на головном месте стоит переменная. Либо на головном месте стоит лямбда-абстракция. Что значит головное место? Мы, во-первых, отделяем все лямбды. То есть, если наш терм представляет собой лямбду, то мы как бы смотрим внутрь тела лямбды. Отделяем, отделяем все лямбды до тех пор, пока не лямбда. То есть, вот поэтому у меня стоит лямбда x1, точка n. Но n у меня больше или равно нулю. То есть, у меня может быть ни одной лямбды в термине быть. Это как раз такое утверждение и. И дальше k у меня тоже больше или равно нулю. Поэтому, когда у меня вот терм находится в первой форме, то там у меня может стоять либо одна переменная y, либо y к чему-то примененной. Неважно. Вот первый тип называется головной нормальной формы. Мы говорим, что терм находится в головной нормальной форме. Или еще говорят заголовочная нормальная форма. Head normal form. Это еще не нормальная форма, потому что сами по себе термы n1, nk могут быть и не в нормальной форме. Но на самом деле этот терм уже довычислен фактически до упора. потому что дальше мы просто можем вычислить некоторые значения n1 и nk, но они ни для каких вычислений не нужны, потому что y все равно y применяется к ним, а y нам пока неизвестен. Поэтому пока нам дальше ничего не надо. То есть этот терм уже такой почти хороший в вычислительном смысле. с ним уже ничего особо лучше сделать нельзя. Ну, то есть можно довести до нормальной формы, но на самом деле не нужно. Что нужно сказать? Этот y, он может быть либо какой-то еще переменный, либо одним из x. Если это комбинатор, то y должен быть одним из x обязательно. Но это может быть просто некоторая свободная переменная. То есть либо y свободная переменная, либо y это один из x. Вот, это одно соображение. Теперь, да. Имеет вид просто аппликация. Это значит, что у нас n равно нулю. Вот я как сказал, я специально там больше или равно нулю. Вот единственное место, где есть нет больше или равно нулю, красным выделено. k больше нуля. Давайте перейдем к второму терму. Значит, терм имеет такой вид. У меня все лямбды, во-первых, отошли от нуля или больше лямбды. И осталась некоторая аппликативная структура, которая выглядит так. Лямбда z, m, то есть в головном месте стоит лямбда, абстракция, примененная к какому-то количеству n. и здесь написано, что это больше нуля. Почему так написано? Что будет, если k будет равно нулю? Это значит, что z у меня отправится к тем же самым лямбды, мы должны дальше изучать, как я внутри устрою. Поэтому вот ничего другого быть не может. И вот как бы, когда мы, если доказывать всякие теоремы, ну, я потом приму некоторые теоремы без доказательства, опять же, но если их доказывать, то вот такой анализ по структуре термов, он очень содержательно и полезен. Ну, а соответственно, красный редекс, если он там есть, он называется головным редексом. Теперь есть еще одно понятие, которое в теории не очень важно для лямбда исчисления, но очень важно на практике для Хаскина. Есть еще, помимо головной нормальной формы, есть слабая головная нормальная форма. Слабая головная нормальная форма weak head normal form. Это фактически некоторая точка, в которой в Хаскеле и вообще во всех реализациях функциональных языков вычисления останавливаются. Мы доводим не до нормальной формы, и даже не до головной нормальной формы, а еще до более слабого состояния. Говорится, что это либо настоящая головная нормальная форма, то есть на головном месте стоит переменная, либо это любая лямбда-абстракция. То есть в лямбда-абстракцию вообще не лезем, а вот если n равно нулю, то тогда мы должны требовать, чтобы спереди стояла переменная. Вот это называется слабая головная нормальная форма. А если лямбда-абстракция, что внутри не важно, если хоть одна лямбда есть. Это weak head normal form. То есть weak head normal form говорит, в функцию вообще не лезь. Если у тебя есть лямбда, то все, это уже головная нормальная форма. А вот если терм имеет другой вид, то а что еще может быть, если это не лямбда? Это значит, что это какая-то аппликация, правда? Ну, либо одна переменная, но это совсем простой случай, либо это какая-то аппликация. А раз аппликация, то говорится, что спереди в аппликации должна стоять переменная. Тогда это слабая головная нормальная форма. А если не переменная, то тогда есть чего сокращать. Головной редекс. Вот эти термины, пожалуйста, запомните, они, в общем, будут полезны нам для всяких дальнейших рассуждений И теперь мы готовы уже написать аккуратную операционную семантику То есть фактически некоторые наборы утверждений, с помощью которых мы инструктируем вычислитель уже полностью, как вычислять термы Итак, первая это нормальная стратегия Мы разбираем термы, как нашли редекс, сокращаем, как это записать с помощью некоторых правил Во-первых, нам нужно все термы разделить на некоторые синтаксические категории, которые очень легко просто с помощью анализа разбирают термы У нас есть анализатор термы, как программа, она разбирает термы и, соответственно, относится его к одному из нескольких классов Во-первых, у нас есть нормальные формы, мы их разделим на две группы Нормальная форма это либо лямбда То есть абстракция, буквка здесь означает абстракция Либо лямбда, либо not abstraction normal form Ну, лямбда может быть опять, под лямбдой может стоять опять должна быть нормальная форма, потому что иначе это ненормальная форма, если в теле можно сокращать То есть либо лямбда над нормальной формой, либо non-abstraction normal form Дальше, что такое non-abstraction normal form? Это либо переменная, либо non-abstraction normal form, примененная какой-то нормальной формой Это вот вторая синтаксическая категория Ну и третья синтаксическая категория, которая нам понадобится просто, чтобы не писать много случаев Это не абстракция А что такое не абстракция? Это либо переменная, либо аппликация Этих синтаксических категорий достаточно, чтобы писать и эту семантику, и следующую То есть вот наш анализатор, он должен уметь, как бы, что, искать редексы, ну и, соответственно, говорить, что если редекс не нашел, то нормальные формы как бы рассортировать на две группы Ну, то есть выделить не абстракцию Значит, правила такие Сверху пишется некоторое преобразование, которое можно сделать, а снизу пишется то, что вычислитель должен делать Значит, смотрим, наш вычислитель смотрит, ага, говорит, что у нас вообще может быть? Либо терм, либо аппликация, либо абстракция Ну, конечно, переменно ничего делать не надо, поэтому как бы То есть либо аппликация, либо абстракция Для аппликации есть два правила Значит, если левый аппликант у нас не абстракция, которая может быть редуцирована к какой-то другой не абстракции То тогда говорится, что делай эти редукции То есть, ну, операционно говоря, он говорит, если у тебя есть аппликация, то ты лезешь влево и изучаешь все, что слева есть Вот как это правило читаем Второе правило Если наш вычислитель лез влево вне абстракции и обнаружил, что это на самом деле не абстракция и нормальная форма То там такого сокращения произвести нельзя слева Значит, наш вычислитель говорит, что это правило неприменимо Тогда следующее правило Если у нас есть слева не абстрактная нормальная форма, то с ней ничего делать нельзя И если у нас то, что стоит справа То, что стоит справа, редуцируется к чему-то, то эту редукцию надо выполнить То есть, говорится, что лезь вправо и редуцируй n к n штрих n и n штрих, n это просто произвольный терм Тут уже не важно, как он устроен Любой синтаксической категории То есть, ясно, что первое правило говорит, что если слева что-то можно сделать, слева что-то нужно сделать Второе правило говорит, что если слева ничего не сделать, то как бы делай что-то справа Теперь, ну хорошо, если дальше, разбирая наш терм, наш вычислитель, обнаружим, что это абстракция Что он должен делать? Ну, здесь все и так понятно Если тело абстракции может быть приведено, какое-то вычисление в нем может быть приведено сокращением То, говорится, занимайся телом абстракции, вычисляя сокращение и потом вычисляет тело абстракции Ну и, наконец, следующее правило, последнее, это правило редукции Оно говорит следующее Если у нас левый аппликант это лямбда, а правый аппликант это произвольный терм То выполняй сразу редукцию То есть, это действительно нормальная стратегия То есть, если мы нашли лямбду слева, то должны выполнять редукцию Последнее правило ни с одним из предыдущих не пересекается Они вообще все не пересекаются То есть, всегда при анализе терм применяется ровно одно правило Здесь работает Потому что первое правило, оно касается не абстракции слева в аппликации А здесь у меня слева в аппликации как раз абстракция Ну, соответственно, выполняя редукцию Технически, если вы запрограммируете ваш вычислитель вот таким вот образом То он будет всегда сокращать самый левый внешний редекс Ну, если мы записываем, все это, конечно, не в виде дерева, а в виде, ну, в настоящем виде термо Как нашел самый левый, самый внешний редекс, так его сокращаем Хорошо, нормальная стратегия была Следующий слайд, это операционная семантика аппликативной стратегии Здесь есть некоторые изменения В общем, я не буду так подробно уже вдаваться Разница здесь выделена красным Разница выделена красным И у нас редукция выполняется только тогда, когда правый аппликант Правило для редукции находится в нормальной форме Ну, и есть еще одно правило Вот аппликация 3 Если у меня слева стоит, слева стоит лямбда А справа у меня стоит некоторый термик, в который что-то может быть вычислено Это что-то должно быть вычислено То есть это дополнительное правило, которое говорит Нашел редекс Не редуцируй его, а сначала приведи его, правый аппликант, в нормальную форму Вот, собственно, и все Вот такая стратегия, которая здесь написана Она сокращает самый левый внутренний редекс Leftmost, innermost Ну, можно и как бы, то есть вот считает здесь Это, потом это Ну, то есть сначала вычисляет это Потом сокращает вот это А потом уже переходит сюда Ну, можно написать и leftmost А outermost тоже стратегию такую можно написать Это можно в виде упражнения попытаться сделать То есть вот мы теперь научились уже полностью аккуратно описывать Программировать наш вычислитель Ну, не то, чтобы программировать Ясно, что его реализовывать надо на каком-то языке Но, по крайней мере, мы понимаем, какие указания мы ему должны давать И как он работает Теперь переходим к некоторой важной теореме Которая тоже доказательство довольно такое Не буду я его приводить Давайте пытаемся сначала аппликативную нормальную стратегию Применить к нашему терму k и ω Что делает аппликативная стратегия? Она говорит, прежде чем вычислять k, мы должны аргументы i и ω Привести к чему? К нормальной форме Она берет и начинает омегу приводить к нормальной форме Ну, это одна из аппликативных стратегий Какая-то, не в той числе, которая у нас есть Ну, не важно Ну, и что она говорит? Ну, и все, я как бы разошлась А нормальная стратегия что делает? Она такая жадная Она как увидела редакс, но его сокращает Самый левый внешний редакс, вот он синим выделен И ясно, что она его сокращает А потом опять сокращает самый левый внешний редакс И мы приходим к результату Ну, вот мы на этом примере наблюдаем Что нормальная стратегия лучше, чем аппликативная И это вообще некоторое общее утверждение Теорема нормализации говорит Что если терм имеет нормальную форму То последовательное сокращение самого левого внешнего редакса Обязательно приводит к этой нормальной форме То есть все, что может быть нормализовано Нормализуется нормальной стратегией Нормальная стратегия гарантированно нормализует нормализуемых Поэтому она нормальной и называется Ну, теперь эта теорема позволяет нам доказывать Отсутствие нормальной формы Ну, вот, например, давайте Рассмотрим другой терм Не тот, который там был Это другой терм В чем разница? Последовательность разница К омега и Вот, имеет терм нормальную форму или нет? Ну, черт его Если бы это теорема не было, ну черт его знает Ну, мы, конечно, пытаемся сокращать, ничего не получается Но вдруг нормальная форма есть А с этой теоремой мы знаем Что давайте попытаемся применить нормальную стратегию И нормальная стратегия приведет здесь к тому Что у нас выживет омега Которая уже дальше будет постоянно расходиться То есть у этого терма нет нормальной формы Потому что мы видим, что нормальная стратегия Приводит к расходимости А раз нормальная приводит к расходимости Значит нормальной формы нет То есть нормальная стратегия лучшая Она лучше всего определена Она позволяет находить нормальную форму всегда Но у нормальной стратегии Есть некоторый недостаток Она не очень эффективная То есть она не считает ничего лишнего То есть только те редексы, которые в любом случае должны быть сокращены Она сокращает Но в чем проблема нормальная стратегия Посмотрите, пускай N у нас очень большой терм В котором нужно много-много раз редуцировать Тогда, если я применю нормальную стратегию Для вычисления вот этого вот самого терма Который здесь есть Ну, N как-то устроил Он большой просто Я его не выписываю То что у меня получится После одного шага бета-редукции У меня терм N Появится в трех местах Видите это, да? И нам придется три раза Потом в дальнейших вычислениях Ну, если только там последние N не пропадут, конечно Ну, пускай они у нас не пропадают Значит нам три раза придется выполнить одну и ту же работу То есть вот этот недостаток нормальной стратегии Зато смотрите, если мы терм N большой К нему применяется терм К со звездочкой То аппликативная стратегия Этот терм N вычислит, вычислит, вычислит А потом результат вычисления будет отброшен Ну, потому что К со звездочкой Отбрасывает свой первый аргумент А нормальная стратегия ничего не вычислит ни разу То есть иногда нормальная стратегия Когда нам терм на самом деле вычисления не нужны Нормальная стратегия очень хороша Она ноль раз вычисляет Зато если вычисления нужны один раз Аппликативные нормальные одинаково работают А вот если вычисления какого-то терма Нужны много раз, несколько раз То нормальная стратегия проигрывает Ну, вот нет Такого общего анализа это слишком сложно Универсально нельзя понять Ну, если у вас какой-то комбинатор Вы чего-то там передаете Нет, тут, в общем, это понять нельзя Но мы сейчас обсудим Что можно сделать вместо этого Значит, аппликативная стратегия Вычисления Ее иногда называют энергичной И в большинстве языков программирования Именно она реализована Сначала вычисляем аргументы Потом происходим применение функций А вот в Хаскеле, например Реализована нормальная стратегия И это основа ленивых вычислений Вычисляется, что-то вычисляется Только тогда, когда оно нужно То есть, если что-то явно Если что-то известно Что какие-то вычисления не нужны То они проведены не будут По структуре термом Ну, просто все вычисления Откладываются до того момента Когда нужное значение Действительно требуется В текущих редукциях Как решена проблема эффективности? Решена она очень ловко Это называется механизм разделения Ну, конкретная реализация Механизма разделения Она может быть разной В чем заключается идея? Давайте вернемся к предыдущему слайду И посмотрим на первый случай Мы можем Н на самом деле Мы можем отойти от нашей Вот такой вот простой Подстановочной модели Когда мы говорим, что мы Вот такая глупая модель Мы просто подставляем терм в три места Вместо этого мы можем сделать хитрее Мы можем Вместо того, чтобы подставлять терм Мы можем подставлять некоторую заглушку Которая зовется санг Ну, это такой хаскельный термин Но, тем не менее, я его сейчас буду применять Ж И здесь тоже санг И здесь тоже санг На самом деле, это заглушка Технически как реализована? Это просто указатель на отложенное вычисление То есть мы здесь превращаем наш терм в граф Все вот эти места указывают нам на термин Который у нас где-то в памяти лежит То есть у нас что происходит? У нас теряется некоторая линейная структура До сих пор у нас вычисление Это просто подстановка в некоторую сроку То есть у нас все вычисления Это операция над сроками С помощью подстановки А теперь мы перешли к операции над графами То есть у нас возник уже некоторый граф в памяти И вот как раз рантайм хаскель Это некоторая такая машина редукции графов Теперь что происходит дальше? Этот терм по-прежнему остается нередуцированным Если где-то здесь в вычислениях Или здесь в вычислениях Понадобится уже головной нормальный Н окажется в головной позиции И понадобится его вычислять Вот тогда произойдет Редукция передастся сюда И термен будет вычислен, редуцирован То есть если вен лежит, например, 2 плюс 3 То когда где-то в процессе редукции Понадобилось это 2 плюс 3 вычислить То просто это вычислиться в 5 То есть здесь появится ссылка И вот здесь будет стоять пятерка Но одновременно если потом где-то в процессе редукции У нас мы перейдем к этому фанку И его нужно будет вычислять То мы опять перейдем сюда А здесь уже будет вычислено значение 5 То есть вот такой вот механизм Который называется абстрактный механизм разделения Он может быть реализован с помощью других механизмов Не с помощью графовой редукции Но это, в общем, уже не важная деталь реализации Вот такой вот механизм позволяет восстановить эффективность То есть многократного вычисления при этом не будет происходить Но вот здесь у нас как раз отсюда возникают все идеи Связанные с отложенными вычислениями Мы просто добавляем некоторую дополнительную косвенность И с помощью этой косвенности обеспечиваем, в общем, некоторую эффективность На самом деле, опять же, когда мы будем реализовывать языки Мы обнаружим, что доводить редукцию до нормальной формы никогда не надо Нам достаточно даже не головной нормальной формы А в практических целях слабой головной нормальной формы Ну, действительно, если у нас есть некоторые частичные вычисления То есть там лямбда х, у и некоторое там тело функции m И мы хотим туда передать некоторое значение Ну, например, 5 Что произойдет при этих вычислений? Ну, у нас появится лямбда у и в m мы должны вместо х подставить 5 Эта подстановка на самом деле может привести к тому, что какие-то там вычисления в m Еще нужны будут Но это на самом деле лишние вычисления Они же могут нам и не потребоваться По каким-то причинам Поэтому вот в этой ситуации У нас просто произойдет некоторая подстановка Ну, в терме m Но все дальнейшие вычисления будут заторможены Потому что эта штука и так находится в слабой головной нормальной форме Помните, что такое слабая головная нормальная форма? Это либо головная нормальная форма Ну, это зависит с устройством Либо лямбда на верхнем уровне Раз лямбда на верхнем уровне, значит, это некоторое вычисление Которое потом, возможно, будет вызвано Так вот, когда оно будет вызвано но тогда все внутренние вычисления произойдут, те, которые нужны. То есть у нас вычисления действительно весьма-весьма ленивыми будут. То есть вот ограничения вычислений для слабой головной нормальной формы, они с вычислительной точки зрения ничего не портят, потому что функцию мы никогда в качестве результата не получаем. Мы ее потом где-то используем. Только когда мы все до конца вычислили, ну вот когда потребуется сюда еще что-то передать, вот тогда все дальнейшие вычисления произойдут. А пока они как бы отложенные лежат. То есть это еще некоторый дополнительный момент, связанный с ленивостью вычисления только до слабой головной нормальной формы. И, кстати говоря, при реализации, это вам вопрос подумать самим, это позволяет избежать захвата переменной. То есть нам не нужно переменной переименовывать. Если мы доводим все вычисления до слабой головной нормальной формы, то захвата никогда нет. Ну, технически в расширенных системах понятия слабой головной нормальной формы и головной нормальной формы расширяют. У нас есть некоторые константные функции, ну дополнительные. То есть если мы расширяем наше вычисление константами. Ну вот частично примененный оператор, ну пускай у нас есть булевые величины, true, false, просто добавленные в наш язык, не как мы там через лямду выразили, а можем расширить наш язык, добавив туда, помимо переменных аппликаций и абстракций, еще константы. Скажем, константу true, false и некоторый набор стандартных функций. Ну вот тогда у нас возникает частично примененная функция. Например, and true, это функция из булл в булл, она ожидает булевого значения и возвращает нам, ну, некоторое булевое значение. Ну вот такая идея у нас есть. Ну вот это тоже считается головной нормальной формы, потому что, в принципе, мы это можем записать вот в таком вот виде с помощью этой эквивалентности. Эти две выражения совершенно эквивалентны. Ну а это слабая головная нормальная форма. Это и головная нормальная форма, если and и true, конечно, сами по себе являются константами. То есть в Haskell на этих местах будут стоять конструкторы. То есть мы расширим еще конструкторами типов данных. Все, вот конструкторы будут приблизительно так же устроены. Вот у нас есть тип данных булев, true — это конструктор. Ну а and — это некоторая встроенная операция, которая тоже, в общем, внешняя по отношению к нашему лямбдоисчислению. И, наконец, последнее, что у нас есть. У нас есть понятие, которое можно в книжках встретить. Когда вы изучаете там какой-нибудь язык императивный, то у нас есть механизмы вызова какие? Есть вызов по ссылке и по значению в C++, да? То есть мы можем передавать, ну и по указателю еще в C++. Ну, в общем, понятна разница. То есть мы аргумент передаем либо по значению, либо мы передаем аргумент по ссылке. В функциональных языках немножко другая терминология. Используется исторически. Вызов по значению, когда говорят по вызову по значению, говорят про аппликативный порядок редукции до слабой головной нормальной формы. То есть у нас сначала вычисляется аргумент, потом вызывается функция, и вычисление доводится до слабой головной нормальной формы. И здесь, ну, если здесь тоже какие-то функции могут быть, такое тоже может быть, до слабой головной нормальной формы. Вызов по имени в функциональных языках означает, что у нас до слабой головной нормальной формы происходит нормальный порядок редукций. Но при этом никаких оптимизаций нет, а оптимизация — это как раз вызов по необходимости. То есть это вызов по имени плюс разделение. Разделение — это косвенность дополнительная. Когда у нас подставленный N-терм в три места, на самом деле заменяется на... То есть это некоторая оптимизация, то есть вызов по необходимости — это оптимизированный вызов по имени. То есть вот в Хаскеле у нас будет вызов по необходимости. Ну, мы такой термин применять не будем, потому что мы не будем там строить разные функциональные языки. Но вот в учебнике Филда Харрисона, например, там они строят разные языки и, соответственно, рассуждают об этих таких терминах. Ну вот, все. Это как бы вроде последний слайд у нас. На этом наша лекционная часть заканчивается. Если вопросы какие-то есть, задавайте. Да, ну у нас как всегда. Нет, ну у нас на этот раз осталось 40 минут на практику, но у нас практика была там в начале. Все, давайте сделаем все-таки маленький перерывчик. 5 минут отдохнем.